Никакого монтажа. Всё так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Председатель местной организации Реплодиофия. Мы работаем с людьми с ограниченной возможностями абсолютно любых категорий. И хочу сказать, что мы выиграли проект или грант, как обычно его называют, на 50 тысяч евро, чтобы вывести людей с психоэнерологического интерната в достойную жизнь. То есть вы общество, вы социальное, интегрировать в общество. Хочу сказать, чтобы проект договор заключили. И мы как бы начинаем действие, объявляем открытым проектом. Суть проекта – вывести 12 бенефициаров с психоэнерологического интерната. Интернат сам покупает квартиры. Проект в том, чтобы именно оборудовать эти квартиры, создать мультифункциональную команду, чтобы им объяснить, помочь адаптироваться больше в этих квартирах. Они будут жить, как остальные люди, как все нормальные, как бы в квартирах. И что они могут сделать с теми деньгами, которые будут получать. Как они должны их потратить, что они должны делать в пассивдневной жизни, так как в их жизни они там им готовили, стирали, убирали. Это наша общественная организация должна их, как бы наша мультифункциональная группа обучать. Наша задача их приспособить к жизни. Данный проект был совместно при помощи финансированной фундации «Сорос Молдова». Партнер данного проекта – ассоциация «Кейстен Молдова». Также партнер альянса «Персонин дизабилитет» Республики Молдова. И наша команда маленькая, и наша команда перспективная. Еще раз. Что ж, Наталья? Ассоциация «Персонин дизабилитет» проекта. Кстати, Наталья – директор проекта. Я сентральяну ли, а он дизабил проект. Этот проект для данной организации новый, он большой для нас. Еще раз этот проект называется «Авиация инкоммунитати ессит пентрутоц». В этом проекте участвуют 12 бенефицаров, психонерологического диспансера Муниципи Белс, разных полов. В данном проекте участвуют 15 работников психонерологического диспансера, которые будут помогать нам с общими бенефицарами. И наша команда состоит из четырех человек в лице директора проекта Натальи. Я сейчас объясню, почему по проекту четыре и дополнительно эти единицы, почему. Значит, Наталья – директор проекта, психолог Наталья, да? Наталья, одни Наталья. Видите, у нас проект, наверное, будет удачный раз, у нас все одни Натальи. Удача данного проекта – провести с данными бенефицарами пять тренингов, 96 часов. В этих тренингах мы должны адаптировать этих бенефицаров в общество. Они жили в психонерологическом диспансере, ну, давайте скажем так, как мама дома готовит ребенку кушать, моет за ним посуду, все это, но мама учит своего ребенка. Задача нашего проекта – обучить этих бенефицаров находиться у себя в своей квартире для того, чтобы сделать элементарные вещи, помнить за собой посуду, застелить за собой постель, выходить в общество. Проект у нас начался с 1 февраля и продлится до 15 июня, да, до 2020 года. Полтора года будет длиться данный проект, я считаю, что это очень долгое, и мы надеемся, что результаты, которые наша комиссия сделает, результаты по проекту данной организации, они будут положительными. Мы увидим, время покажет, поэтому на сегодняшний момент хочу всем сказать большое спасибо, что мы здесь собрались, и в ближайшее будущее будем работать и увидим наши результаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok